Информационные итоги дня подводим на телеканале Санкт-Петербург в студии Александра Вараксина. Здравствуйте и вот о чем расскажем. Рекордный объем инвестиций, возобновление индексации пенсий для работающих граждан и поддержка многодетных семей. Подведем итоги заседания правительства в Смольном. Цветной и ароматный асфальт, где такое покрытие, увидят горожане и каких показателей достиг город в возведении транспортной инфраструктуры, представили на выставке «Мой Петербург». Центральные районы Северной столицы свободны от электросамокатов. Использование средств индивидуальной мобильности запретят во время проведения в городе крупных мероприятий. Косить под самый корень специалисты садово-паркового хозяйства представили новую технологию борьбы с борщевиком. Государственные награды сегодня вручили в Смольном. 7 орденов, 27 медалей и 16 почетных званий, а также благодарственные письма от имени президента России. Среди награжденных преподаватели – ученые, инженеры, деятели культуры, работники городской администрации. Как отметил губернатор Александр Беглов, каждый из них вносит неоценимый вклад в развитие Северной столицы. В этом зале собрались люди абсолютно разных профессий. Но все вы и ваши коллективы служат на благо нашей Родины, но и прежде всего на благо нашего города Санкт-Петербурга. И хочу сказать, что есть успехи, достаточно хорошие, благодаря вашему труду, труду наших ленинградцев, петербуржцев. Отдельное внимание уделили врачам. Орденом Пирогова был награжден академик Николай Майстренко. На его счету сотни научных работ и спасенных жизней. Сейчас он в основном занимается хирургическим лечением эндокринных патологий. Мы работаем все равно ради признания, но не ради наград, а именно ради признания общества, чтобы о врачах, о хирургах в частности вспоминали не только при выдвижении на получение наград или каким-то торжественным событиям, а просто в повседневной жизни. Необходимо напомнить о том, что наша больница появилась в непростых 90-х годах благодаря усилиям нашего президента Владимира Владимировича Путина. И он и в настоящее время уделяет самое пристальное внимание здравоохранению. Основной девиз – это сбережение народа. Также благодарностью президента России отмечен вице-губернатор Борис Петровский. Но и сегодня же Александр Беглов вручил городские награды, знаки отличия за заслуги перед Санкт-Петербургом. Рекордный объем инвестиций – старт подготовительных работ к возобновлению индексации пенсий для работающих пенсионеров. Сегодня в Смольном на заседании правительства губернатор подвел итоги Международного экономического форума. Обсудили также изменения в закон о социальном обслуживании населения и дополнительные меры поддержки многодетных семей. Обо всем по порядку расскажет Александр Бурин. Петербургский международный экономический форум принес городу рекордный объем инвестиций – 1 трлн 227 млрд рублей, а также подтвердил инвестиционную привлекательность северной столицы. На заседании с членами правительства Александр Беглов подвел итоги работы Петербурга на полях форума. По инвестициям мы правильно с вами заняли политику. Нам не нужны любые инвестиции. Нам нужны инвестиции, которые развивают наш город, которые создаются технологически оплачиваемые рабочие места. Это очень важно. Просто так набрать инвестиции можно, наверное, и больше. Но нам удалось с вами пригласить для развития города крупные компании. Это самое главное. Это не бумага, это действительно развитие нашего города. Особое внимание городоначальник призвал обратить на тезис, озвученный президентом. Город должен организовать работу по сопровождению инициативы возобновления индексации пенсии работающих пенсионеров. Этот вопрос Александр Беглов обсудил с Владимиром Путиным на полях Петербургского экономического форума перед началом пленарного заседания. У нас много работающих пенсионеров. Они обратились предложениями. А постепенно мы драться к индексации пенсии для этих категорий. И на нашей встрече и выступлении на пленарном заседании президент поддержал это предложение. И предложил уже со следующего года возобновить индексацию пенсии работающим пенсионерам. И с 1 февраля 2025 года. И да, лишь угодно повышать их не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Губернатор дал поручение организовать всю необходимую подготовительную работу, а после принятия закона его выполнение. Глава города отметил, что это позволит обеспечить социальную справедливость и вернуть в экономику квалифицированные кадры. Также на заседании сегодня обсудили усиление поддержки многодетным семьям. Серьезно возрастет сумма премии за заслуги в воспитании детей. Почетное звание в Санкт-Петербург за заслуги в воспитании детей является, безусловно, конечно, высшей мерой поощрению достойных родителей на городском уровне. И в объявленной президентом год семье необходимо поддержать лучших родителей, увеличить денежное поощрение к почетному званию. Количество многодетных семей в Петербурге увеличивается. Сейчас их больше 55 тысяч. По статистике, каждый пятый ребенок воспитывается именно в такой семье. Сегодня же обсудили изменения в закон о социальном обслуживании населения. Теперь право на получение услуг во всех формах соцобслуживания предоставляется труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма. По словам губернатора, этот документ полностью отвечает программе социальной ориентированности города. Еще один важный шаг в оказании поддержки и внимания людям, которые пережили войну. Труженики тыла в тяжелых условиях работали на нужды фронта. Они внесли огромный вклад в победу. Среди них было много подростков. И несовершеннолетние узники пережили, безусловно, конечно, ужасный фашистский геноцид. Мы должны расширить меры социальной поддержки для этих категорий ветеранов. Также сегодня принято решение повысить зарплаты помощникам воспитателей детских садов. С 1 августа их доход увеличится на 16%. Официально они не являются педагогическими сотрудниками, но выполняют огромный объем работы. За последнее время значительно увеличилось количество обращений граждан по вопросу низкого уровня заработной платы помощников воспитателей в государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, в том числе и Санкт-Петербурга. И значительное количество обращений по оплате труда поступило, например, в рамках прямой линии с президентом. Поддержит город не только сотрудников дошкольных учреждений, но и родителей. Петербург станет первым регионом, где полностью отменят плату за посещение детского сада. Также губернатор поручил проработать соответствующее соглашение с Ленинградской областью, чтобы петербургские дети могли посещать бесплатно и областные учреждения. Хочу сказать, что мы не будем экономить на наших детях. Это наши дети, поэтому в городском бюджете есть необходимые средства, чтобы поддержать семьи. Подвели сегодня итоги выполнения программы «Доступное жилье». Как отметил Александр Бегло, в 2023 году объем финансирования из городского и федерального бюджетов и вне бюджетных источников составил более 100 миллиардов рублей. В прошедшем году в Петербурге введено в эксплуатацию 3 миллиона 483 тысячи квадратных метров жилья. Жилищные условия улучшили 158 тысяч семей. По этому показателю программа перевыполнена более чем на 10%. Александр Буренин, Евгений Винокуров, Новости, телеканал Санкт-Петербург. Электросамокаты запретят использовать во время проведения в городе крупных мероприятий. Мера коснется районов в центре, а также Московского, Пушкинского, Петродворцового и Кронштадтского. Первым событием, свободным от электросамокатов, станет Международный военно-морской салон «Флот-2024». Также ограничения распространят на юридические форумы «Малые паруса» и главный военно-морской парад. Как подчеркнул губернатор Александр Беглов, необходимо обеспечить безопасность и комфорт участников и гостей. Ограничения на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности позволят снизить риск аварийных ситуаций, а также гарантировать бесперебойное движение общественного транспорта, добавил глава города. 28 объектов общей протяженностью, 65 километров – это один из главных тезисов развития транспортной инфраструктуры Петербурга за последние пять лет. Сегодня о развитии улиц Северной столицы, которые смело можно назвать локомотивом развития экономики города, говорили на выставке «Мой Петербург». Подробнее о достижениях и впечатляющих планах на будущее в репортаже Дмитрия Ковалева. Цветной асфальт, брусчатка для новых пешеходных дорожек, макет магистрали в разрезе. Небольшая экспозиция современных технологий в дорожном строительстве только подогревает интерес посетителей выставки «Мой Петербург». Этот день посвящен развитию транспортного комплекса Северной столицы. Проследить развитие транспортной инфраструктуры можно вот на такой интерактивной карте. Это одна из точек притяжения на выставке. Достаточно лишь нажатия, и схема преображается. На ней появляются дороги, развязки и путепроводы, которые изменят жизнь мегаполиса уже в ближайшем будущем. Как, например, широтная скоростная магистраль. Строительство дорог и развязок сегодня – залог развития города. Вложение денег и времени сделают мегаполис комфортным для жизни. С 2019 года были введены десятки крупных объектов, среди которых можно выделить новые станции метро, продолжение проспекта Ветеранов, Лиговский путепровод и другие. Не прекращается ремонт уличной дорожной сети. За последние пять лет в порядок привели более 600 километров дорог. Только в прошлом году в рамках национального проекта отремонтировано порядка 80 объектов. В Санкт-Петербурге уже в 2023 году приведено в нормативное состояние до 80% хотя планировалось 81% уличной дорожной сети, городской агломерации. Данное поручение было нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным и нам удалось его выполнить на год раньше запланированного срока. Значительные успехи в отрасли отмечают петербуржцы, посетители выставки и возлагают надежды на новые проекты. Я считаю, что ШМСД, вот это, считаю, сейчас самое ключевое. Потом для нас очень важны мосты. Работы очень много и впереди еще очень большие планы. Еще очень много работы в проектировании. То есть на самом деле городу есть куда развиваться. Слышал, например, о том, что когда-то планируется строительство второго кольцевой дороги. Вот она бы совершенно не помешала, потому что КАД у нас довольно-таки временами загружен. Впереди перед городом несколько крупных задач. Это такие проекты, как Южная широтная магистраль, Цимбалинский путепровод, развязка в створе Порховской улицы, трамвайная линия «Славянка». Одна из приоритетных задач строительства КАД-2, а в черте города – ШМСД. В 2024 году будет открываться рабочее движение по участку от улицы Благодарной до Витебского проспекта. Там сейчас активно ведется, закончена там подготовка территории строительства, вынесены все коммуникации, выкуплены все земельные участки для строительства. Как говорят на выставке, дороги – это люди. Сергей Матвеев 40 лет трудился механиком на Дворцовом мосту. Рассказывает, как с театральной ложи наблюдал за изменением города. Я вот начинал в 1979 году, ночью, город темный, только на набережной, значит, там несколько фонариков, значит, там светится, и все. А сейчас какая красота, елки-палки, это же все центральные дворцы подсвечены, набережные. Петропавловская крепость – это вообще прелесть, елки-палки, это смотреться. И вообще город очень красивый стал. Уже в этом году в Петербурге планируют открыть движение по 13 новым объектам. Это Русановская улица, Московско-Дунайская развязка, путепровод на Петрозаводском шоссе и другие. Продолжится ремонт дорог в рамках национального проекта. Дмитрий Ковалев, Максим Юфанов, Оксана Бушмелева. Новости, телеканал Санкт-Петербург. Сотрудники Петербургской госавтоинспекции установили личность женщины-водителя, которая не уступила дорогу автомобилю скорой помощи. Ей оказалась 59-летняя петербурженка, которая ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение скоростного режима. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В отношении автоледи составлен административный протокол. Максимально возможное наказание – лишение прав на год. Но решение по делу вынесет суд. Заседание состоится 14 июня. Напомню, инцидент произошел 4 июня в одном из дворов по улице Ворошилова. Женщина на иномарке перекрыла выезд в машине скорой с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом. Находившаяся в машине с медиками девочка не пострадала. Ее доставили в больницу, где она проходит лечение. Природоохранная прокуратура проводит проверку по факту загрязнения реки Охта. Установлено, что причиной стал бесхозный понтон, который частично ушел под воду. Из него вытекают нефтепродукты. Специалисты обработали акваторию пены и установили специальные ограждения, чтобы локализовать источник загрязнения. В настоящее время проводится обследование водолазное понтона для того, чтобы заделать пробоины. И в дальнейшем уже поднять, чтобы устранить источник загрязнения Охта. Добавлю, на месте работают специалисты комитета по природопользованию, Росприроднадзора, экологической аварийной службы и главного управления МЧС по Петербургу. Новый способ борьбы с борщевиком начали применять в Петербурге. Метод позволит косить за сезон гигантский сорняк в два раза реже. Технологию разработали специалисты садово-паркового предприятия Красносельска. Александр Чуев наблюдал за работами. В Полежаевском парке трактор бороздит участки, перемалывая борщевик. Напомню, из-за своего бурного роста он подавляет вокруг другие растения. Кроме того, сок сорняка при попадании в глаза может привести к слепатии, а на коже вызывает ожоги. Если раньше борщевик срезали газонокосилкой и за месяц он поднимался снова, то теперь с помощью трактора снимают верхний слой земли в глубину до трех сантиметров. Таким образом удаляют не только зелень, но и корневую шейку зловредного растения. Поэтому срок его регенерации увеличивается вдвое. Так, за сезон специалисты садово-парковых предприятий косили борщевик минимум шесть раз. Теперь будет достаточно трех, а значит работы охватит большую площадь. Мы добиваемся тем самым, самой главной задачи, не допустить бутонизации и появления семян этого растения, чтобы они не попали в почву и в следующем году не дали растения. На подобные трудоемкие ухищрения приходится идти, потому что в городских условиях недопустима обработка сорняков ядохимикатами. Площадку для пробы нового метода выбрали не случайно. Полежаевский парк – любимое место не только жителей и краснокнижных животных, но еще и борщевика. Около десяти лет назад во время благоустройства проспекта Народного ополчения вредоносное растение завезли в виде семян вместе с почвой, и оно стало захватывать берега реки Дудерговки, которая пробегает через парк. Был зараженный грунт, завезен на территорию, в котором не было очевидно, что он поражен опасным инвазивным растением, поскольку не проглядывалась ни корневая система, ни само растение, а допускается принятие плодородного грунта с частичной примесью травосмесей. В состоянии семян определить растение практически невозможно. В тех местах, куда трактор не доберется, например, на газонах во дворах, сорняк косят или выкапывают. В городе с борщевиком борются не только садоводы, но и дворники. С борщевиком мы боремся, конечно, постоянно. Борщевик – такая зараза, но, слава богу, в последнее время наметился результат. Просто так его, конечно, не выкосить. Нужно использовать спецсредства, нужно использовать защиту, нужно подходить комплексно к этой работе, проводить его в несколько этапов. Но упорно работаем, в последнее время это реально приносит результат. Его становится меньше, меньше обращений граждан – это самое главное. Вместе с покосом травы местные специалисты убирают мусор, моют фасады и дворы, обеззараживают контейнерные площадки и красят ограды, чтобы в местах отдыха горожан было не только безопасно, но и красиво. Александр Чуев, Вячеслав Шульгин, Екатерина Мельникова. Новости телеканал Санкт-Петербург. На портале и в мобильном приложении «Единая карта Петербуржца» продолжает работу интерактивный сервис «Городской диалог». Это электронная площадка для проведения опросов по разным сферам жизни. Сейчас горожан спрашивают, куда они предпочитают ездить в отпуск. Участие в проекте «Городской диалог» могут принять только авторизованные на портале ЕКП пользователи, и им будут доступны дополнительные возможности карты. Экскурсии по тропическим оранжереям, мастер-классы и лекции по флористике. В Ботаническом саду СППГУ стартовал фестиваль «Университетские сезоны». Его основная тема – биологическое разнообразие городских парков. Два дня университетский сад будет открыт не только для преподавателей и студентов, но и для всех жителей и гостей города. В программе больше 20 интерактивных событий. К примеру, опытные флористы и биологи научат декорировать домашние цветники и фотографировать дикую природу. Лето – это, в принципе, уникальные дни для нашего города, поэтому мы очень рады и, прежде всего, искренние слова поздравления от губернатора города Александра Беглова по случаю старта фестиваля замечательного в Ботаническом саду университета. Мы много тратим сил, времени и, безусловно, поддерживаем научные исследования, связанные с биологическим разнообразием. Проекты, которые мы сейчас задумываем, они, безусловно, тоже и экологические, и биологические, и зеленые, потому что как же? Музей-заповедник без вот этой грандиозной школы, которую представляет собой университет. Вдали от главных дорожек расположились четыре экспериментальных участка. Студенты, которые учатся в ландшафтной архитектуре, представили там временные выставочные сады. Их площадь небольшая, всего 20 квадратных метров. В каждом высадили уникальные растения, установили кормушки для птиц и арт-объекты. Лучший проект выберет экспертное жюри, отдать свой голос могут и посетители. Такие были новости к этому часу. Хорошего вечера и до встречи в эфире.